Европейцы подсчитали, что каждое шестое ДТП в Европе происходит как раз в состоянии похмелья. А фордовцы вместе с немецкими исследователями провели опрос и выяснили, что 56% молодых водителей в возрасте до 24 лет садились за руль в пьяном виде. Для того, чтобы позволить самоуверенным, молодым и не только молодым людям понять, что состояние алкогольного опьянения действительно сильно отличается от нормального состояния водителя, они придумали вот такой костюм, который состоит из нескольких деталей. Во-первых, это головной убор с отягощением. Надевая его, уже хочется прилечь. Во-вторых, это очки, которые заставляют картинки в глазах двоиться. В-третьих, это наушники. В-четвертых, манжеты, которые надеваются асимметрично, то есть человек начинает пошатываться, чувствует себя неровно. Ну и дальше жилет, тяжеленный жилет, который по весу сопоставим с бронежилетом, который используют в армии. У нас здесь есть двое подопытных. Это водители с большим стажем. Они хорошо умеют управлять автомобилем. Посмотрим, надев такой костюм, как они справятся с машиной. Пусть с маленькой, но машиной. Достаточно. Итак, трезвый результат 32 секунды. Надо зарульсать, да? Пьяная езда в исполнении спецкор-отдела экономики Олега Адамовича на игрушечной машинке. Оп, черт, не вписался. А, черт, это была максимальная скорость, и мой автомобиль разложился просто. Ну шо, покатили. На, ой, мороз, мороз. Так, как тут побыстрее поехать? Так, поехали. Необычное ощущение от костюма. Вот как будто все время тебя что-то отвлекает. То есть чуть-чуть двоится, восприятие цветов немножко другое, реакция хуже. То есть там я не могу быстро повернуть головой, у меня уже заторможено. У меня груз этот на руках, ногах, он тоже тормозит движение. Все это, конечно, очень сильно отвлекает. То есть считается, что за рулем плохо разговаривать по телефону. Вот это хуже. Сейчас я могу в игрушечную машинку поуправлять вот в этом костюме, а в настоящей машине я бы вот так вот не поехал бы, потому что все это отвлекает, и можно прозевать что-нибудь, какую-то там важную вещь, там, пешеходы или там машина, которая резко тормозит. Ну, смотреть на, даже вот на эту игрушечную дорогу достаточно тяжело. Сложно сфокусировать взгляд на том, на чем нужно. Глаза как-то разъезжаются. Да, и вообще главное ощущение, что очень хочется куда-нибудь прилечь, а не чего-то там делать руками. Крайне тянет вот в лежачее положение. Ну, и плюс еще какая-то тяжесть в голове, вполне, так сказать, почти реальная. И сосредоточиться в этом состоянии достаточно сложно на каких-то вот правильных действиях. И вообще хочется бросить вот этот руль и лечь, отдохнуть. Спасибо.